Приветствую вас. Вы знаете, давайте для начала разберемся с вами в том, чего вы хотите от нас. Вы спрашиваете, как вести себя с женой в очень непростой ситуации. Это ваш вопрос. Как вести себя с женой в очень непростой ситуации. И вы думаете, вот скажите честно, вы и правда считаете, что когда и если вам подскажут, как вести себя с женой, то есть скажут, что вам нужно, к примеру, да, вести себя, ну, так-то, или так-то, или так-то. Вы думаете, что вы будете себя, вот, как-то иначе вести и всё? Вы думаете, что сразу всё изменится, что сразу всё поменяется, что у вас сразу наладятся отношения? Нет. Потому что дело здесь совсем не в том, как вы себя ведёте. Дело здесь совершенно в другом. Дело в том, как вы воспринимаете сами себя. Вот. Понимаете? То есть, грубо говоря, эм, изменив своё поведение, к примеру, к примеру, здесь и сейчас. На мой взгляд, вы не добьётесь, э, решения проблемы своей. Потому что в лучшем случае ваша жена, она не воспримет серьёз, к примеру, вас. Ну, то, что вы говорите, то, что вы будете говорить, к примеру. Она ну, не будет относиться к вам э-э-э-э-э-э-э-ээ-ээ-э... серьезно, вот. Понимаете? «Какая история...» round Поэтому для начала, э-э-э-э-э, определить чего вы хотите это первое второе советы насчет советы советы любые а психологи не дают психологи дает рекомендации дает рекомендации а не один совет да не даст вам хорошего результата если ваше поведение не будет исходить из того чего хотите лично вы грубо говоря если ваше поведение да будет вас дискредитировать каким-либо способом ну вообще как-либо если оно будет вас дискредитировать поэтому не советовать нужно по-хорошему а по-хорошему нужно я бы сказал исследовать к примеру исследовать по какой причине вы вернулись к своей жене после того как узнали к примеру что она вам в течении года изменяла то есть вы простили ее допустим но если вы ее простили то это одно если вы ее именно простили но но а в прощении или делом понимаете то есть возможно дело это не в прощении а в том к примеру что вы нуждаетесь в ней в том к примеру что вы не можете без нее вот а как бы с такая вот история на мой взгляд с этим нужно разобраться обязательно дальше поскольку вы вы для своей жены по по факту делали уже много чего да ну то есть вы старались для нее и чего вы собственно только столько не предпринимали не предпринимала то на мой взгляд сейчас это нужно прекращать как абсолютно неэффективная модель поведения на данный момент на данный момент на данный момент то что я бы вам рекомендовал бы это пожалуй больше именно больше времени посвящать себе то есть пока что вы выполняете роль такого знаете вечно вечно виноватого ребенка я бы сказал роль вечно виноватого ребенка ну никак не способствует тому что к вам проявляется больше уважения или что к вам проявляется больше позитива или что вами как-то больше восхищаются к примеру представьте себе что вы своей жене к примеру своей жене говорите допустим что что вы чего-то хотите к примеру что вам что-то нужно к примеру ну допустим что же секс вот совершенно очевидно да что коль вы живете вместе коль вы являетесь мужем и женой да пока еще мужем женой вы являетесь совсем очевидно что вы имеете право требовать издать от нее собственно говоря того что она будет заниматься с вами сексом к примеру если она этого не делает то это повод спросить у нее а в чем собственно говоря дело если ты говоришь к примеру что любишь меня если ты утверждаешь что то ну что я тебе не безразличен то соответственно ну давай тогда все в чем тогда проблема а если к примеру это не так да если к примеру вот ты не хочешь допустим заниматься со мной сексом то значит я имею право заниматься в твоей любви то есть ваша проблема заключается в том что вы слишком много слишком именно слишком много делаете для своей жены сейчас по сути вы выполняете для нее роль такого родителя вот понимаете понимаете какая история и опять же родителя уважать родителя любить и самое главное спать с родителем ну кто относится к себе так сказать с некоторой долей вот самопожертвовать ее это нельзя поэтому по сути все ваше поведение вся ваша коррекция поведения может сводиться к учету ваших желаний и несмирением с тем что желание не реализуется не удовлетворяется и вот здесь на самом деле мы переходим к самому интересному я думаю что вы ну ни в коем случае не являетесь дураком или глупым человеком вот по крайней мере я таковым не считаю я не считаю что вы дурак или глупый человек но вместе с тем я прекрасно отдаю себе отчет в том что а вы не реализуете свои желания к примеру в том что вы не реализуете своё желание к примеру есть свои причины то есть возможно вы не уверены в себе возможно вы стыдитесь ну почему то себя к примеру вот Возможно, есть еще какие-то причины, по которым вы так поступаете, я не знаю, но если вы раньше данные свои желания обесценивали и, скажем так, браковали, что я, честно говоря, не уверен, что сейчас что-либо изменится и вы внезапно вдруг перестанете это делать. Я не уверен, что вы, к примеру, вдруг станете, ну, беспокоиться, заботиться о своих желаниях. Если у вас что-то раньше волновало, например, волновало вас, допустим, то, что подумает о вашей жена, или вы боялись, что в ее глазах, ну, к примеру, будете выглядеть как чудовище, допустим, то это скорее проявление именно ваших собственных страхов. Понимаете? так, давайте мы, может быть, посмотрим на них, на эти страхи и сперва раскроем вас, ну, то есть, может быть, поможем вам, к примеру, стать, допустим, более свободным, ну, короче говоря, раскрепясти вас, допустим, понимаете? Какая история. Ведь так же можно сделать? Я имею ввиду, ага, вас же можно раскрепостить? Ну, наверное, можно. Если вы этого захотите, да, если вы этого захотите, то можно, конечно, можно и, в общем, даже нужно. И вот, избавление, например, от чувства вины, избавление, например, от какого-то лишнего негатива, освобождение и реализация своих желаний, в этом все, то, что поможет вам как раз-таки реализовать свои желания, реализовать свою модель поведения, которые сейчас, на данный момент вам вредит. К примеру, вот так, вот так, это то, что вам можно ответить, это то, что вам можно здесь порекомендовать, к примеру. Вот именно, если мы исходим из того, что вы, допустим, описываете, что вы, допустим, говорите. Вот. Знаете, какая история? То есть это, на мой взгляд, да, это было бы правильно. Такая вот позиция, да, она была бы правильной. Она была бы правильной, она была бы верной, она была бы конструктивной и позитивной. Чем мы бы давали вам какие-то, допустим, там, ну, прямые, прямые советы и прямые рекомендации. Вот. Что, возможно, вам, к примеру, совершенно не подходит. Вот. Далее, вы пишете, значит, уже не первый год закрылся от меня во всех смыслах этого слова. Знаете, если ваша жена закрылась от вас, значит, на это были причины. Я, конечно, не знаю, какие, какие причины у нее есть для того, чтобы от вас закрываться. Но я совершенно точно знаю, что если она от вас закрывалась, значит, такие причины все же были. И вопрос только в том, какие причины. Может быть, вы этого не знаете. Но это от них не означает, если вы этого не знаете. Это от них не означает того факта, что этой причины нет. Ведь не хочет себя на сами разводиться. Понятно, что по тоже своим каким-то причинам, но выяснить это необходимо. Далее вы пишете, что у вас были проблемы с деторождением, и вы согласились не быть биологическим младшим ребенком, а донором. Я, если честно, всех тонкостей не понял, но совершенно очевидно здесь, что ваша жена, она ждала от вас, видимо, ну, возможно. Возможно, она ждала от вас какой-то другой позиции, какого-то другого поведения, какого-то другого решения, возможно. Вот. Я, конечно, не знаю, опять же, как обстоят дела, но думаю, что если после этого ваш жена закрыл, то совершенно очевидно, что вот чего-то она ждала от вас такого, что вы ей дать не смогли. Вот. Возможно, она думала, что вы, там, ну, не знаю, к примеру, ну, может быть, вы не согласитесь, вообще не согласитесь на то, чтобы не быть биологическим отцом. Она думала, что вы откажетесь, вот, и когда вы приняли, скажем так, ее предложение, да, это еще больше ее разочаровало в вас, к примеру. К примеру, это просто пример. Я понимаю, что разочароваться здесь, в принципе, нельзя, нельзя, и что она разочаровалась у вас, могла у вас разочароваться только в том случае, если она разочаровалась у вас уже до этого момента. Ну, на самом деле, это не кажется чем-то таким необычным, судя по тому, что вы описываете, вот. Ну, опять же, не совсем понятно, как ваши отношения, скажем так, развивались до этого, до этого момента. То есть до того, как она стала относиться к вам плохо, условно говоря. Вот. То есть здесь, конечно, на мой взгляд, это нужно выяснить. Дальше. Теперь они на беременные отношения наше лучше не стало. А вы считаете, что они должны были стать лучше? С чего вы так решили? Почему вы так решили, что ваши отношения должны были стать лучше? Вот. То есть, ну, вот, серьезно, на каком основании вы решили, что после того, как она отбременела, да, ваши отношения должны стать лучше? Вы же, ну, на что-то опираетесь в своей позиции. Ну, так, было бы здорово, если бы вы пояснили на что. Вот. Вы говорите, что, к примеру, так хотели ребенка. Получает, ну, раз вы пошли вот даже на такие шаги. Откуда такая потребность в ребенке? То есть, почему ребенок вам так нужен? Для чего ребенок вам так нужен? То есть, насколько ребенок является, к примеру, самостоятельной фигурой ваших отношений? Вот. То есть, ну, на мой взгляд, если от вас жена закрылась, значит, о ребенке речи пока не идет, потому что вы не можете все, к примеру, разобраться в себе. Если вы не можете разобраться в себе, то о каком ребенке вообще можно говорить тогда? Вот. На мой взгляд, это очевидно. Тогда напрашивается волей-неволей вопрос, а зачем, зачем же тогда вам ребенок нужен? Вот. И было бы лучше, если бы вы так же задумались на эту тему. Дальше. Я стараюсь, как могу, веду хозяйство, как, впрочем, всегда готовлю мою. Ну, по сути, вы стали там хозяйкой. По сути, вы стали таким родителем, заботовым родителем, я бы сказал. Ну, через, ну, через все. Вот. И это на самом деле, как я уже говорил, это не вызывает к вам какого-то вот доверия, да, это не вызывает к вам какого-то уважения, к сожалению, и так далее. То есть мне, на мой взгляд, вся проблема, она именно в этом, на мой взгляд. Что именно вот как мужчина, да, вы себя не ведете, а как будто ведете себя, знаете, как будто бы постоянно чувствуете себя, ну, виноватым. Вопрос только в том, за что, откуда это у вас существо вины вообще. Понимаете? То есть я не против, ни в коем случае не против того, чтобы мужчина занимался домашним хозяйством. Я считаю, что это здорово, что вы занимаетесь домашним хозяйством. Но, также я думаю, что вы, похоже, очевидно перегибаете палку. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. И если это так, то подобная история недопустима. То есть недопустимо перегибать палку в ущерб себе. То есть когда вы занимаетесь хозяйством, да, ну, к примеру, а ваша жена, да, она, к примеру, опять же, воспринимает это как должно. Мне кажется, это категорически неприемлемая история. Для вас в том числе, в том числе. Вот. А, дальше, значит, в отпуск я отправлял, думал, устал и вернётся обновлённую. А, обновлённую. А, здесь, на самом деле, тоже ошибка. Ещё Гораций, Гораций, говорил, что можно поменять место своего, к примеру, ну, место своей дислокации, к примеру, но не душу. И, на мой взгляд, Гораций, он в этом смысле очень тонко подметил данную историю. Ибо можно где угодно находиться, можно чем угодно заниматься, но если у тебя в душе есть проблемы, то вряд ли, вряд ли, совершенно вряд ли перемены мест как-то поможут. Да? Вот. Вот. Поэтому. Ваша позиция, на мой взгляд, выглядит весьма весьма наивной. Наивной выглядят ваша позиция. На мой взгляд. На мой взгляд. Наивной. И, такое впечатление, что, вот, именно, реальных, конкретных, шагов и действий, вот, предпринимать. для того, чтобы что-то изменить, вы не хотите. Опять же, я вас не обвиняю, я просто говорю о том, что вот эта позиция, этот подход, когда вы говорите, что вот думал там, она уедет там, приедет там, обновленная и т.д., то есть как будто все это без вашего участия произойдет. В этого подхода есть природа, и природу эту нужно изучать. А цветы, стихии не помогают, нежные слова отвечают слухо, типа, я себя люблю, но всяким видом, словно я таракан какой-то. Вот тараканом вы, я полагаю, чувствуете себя самым. Такое у меня возникло чувство, что тараканом, именно тараканом, чувствуете себя вы. И это не связано с тем, как относится к вам ваша жена, это связано скорее с тем, как вы сами себя воспринимаете, как вы сами к себе относитесь, как вы сами себя видите. На мой взгляд, это работает именно так и только так, к сожалению. Да? Дальше. Ага. Это длится два года. Год назад она меня даже выдворяла из дома под предлогом Баню, вот через три месяца позвала обратно. Ну, смотрите, тут опять же вы производите такое вот впечатление, да, впечатление человека, который вообще вот, ну, своего мнения, да, своей позиции не имеет. То есть, вот вас, вас позвали, вы пришли, вас выгнали, вы, вы ушли, понимаете, вот. То есть, ну, это не вызывает, не вызывает к вам, понимаете, доверия, это не вызывает к вам уважения, вот. Я только, наверное, значит, указываю вам на это. Указываю вам на то, что вы, к примеру, там, по моему мнению, да, делаете, ну, не совсем адекватно, не совсем полезно для себя. Вот. То есть, вам надо было бы, ну, к примеру, спросить у нее, так, а почему ты меня выгнала, да, допустим, вот. Из-за чего ты меня выгнала, допустим, вот. То есть, ты решила, что я там, ты меня позовешь и я сразу... О, остался бы, приду, ты решила, что я, ты меня позовешь и я сразу вернусь, или как. Так. Понимаете? То есть вот, на мой взгляд, тут вот есть ключевые истории. Это ключевой момент. От грез такого отношения к себе. Далее, вы пишите, что я узнал, что она год не изменяла, строила прямо планы с бывшим, но, видимо, там, ну, там ничего не получилось, видимо. Хорошо. А если там ничего не получилось, как вы говорите, то по какой причине вы, по какой причине вы вернулись к ней? Ведь налицо, что вас просто используют. И вы, судя по всему, чувствуете, что вас используют. И чувствуя, что вас используют, вы всё равно продолжаете находиться с ней. Так. Строила планы, видимо, что-то пошло не так, и она пообещала, что теперь никогда. А в смысле того, что она пообещала, что теперь никогда? Ну, она пообещала, хорошо. И что? И что? С того, что она пообещала. А как быть с её желаниями? Как быть с её потребностями, которые, ну, которые есть, да? Которые, да? Которые, как бы, имеют место быть. Которые, которые объективно человеку надо или хочется удовлетворять, да? Объективно. И как быть с этим моментом? Как быть? То есть вы когда, к примеру, договаривались, она вам когда обещала, 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 что, ну, как вот вы говорите, да, что так она больше не будет. Вы пришли к какому-нибудь решению? Заметки, я спрашиваю именно решение. То есть я не спрашиваю у вас, да, там, что она обещала, чего она не обещала, я спрашиваю именно об этом. Решение, то есть чего ей не хватало. Как-то, ну, я не знаю, скорректировать ваше поведение. Нужно? Было? Было? Было. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это вот, собственно, то основное, одно из, одно из основного, что вообще говоря, нужно. Нужно. Корректировать. Вам. Понятно, да, о чём, о чём здесь речь. Дальше. Теперь, когда она ждёт ребёнка пищевый и не моего, я просто не знаю, как себя вести, я и так всегда у неё виноват был, теперь бросить её и буду чудовищем в глазах всех. Хочет говорить о том, чём ребёнок, никто не знает. Ну, вот здесь имеется у вас чувство вины, здесь у вас имеется чувство вины, которое, по сути, не помогает. Вот. Которое, по сути, вас только, ну, влияет на вас деструктивно. По сути дела, чувство вины влияет на вас очень деструктивно. То есть, ну и что, допустим, да, ну и что, что, к примеру, да, она ждёт ребёнка. Ну и что дальше, что с того, вы что, правда хотите сказать, что из-за этого вы не можете от неё уйти, к примеру. Да не правда, вы можете уйти. Просто по ряду причин, да, вы, может быть, боитесь. По ряду причин, вы, может быть, действительно боитесь, вы боитесь уходить от неё, вы боитесь, возможно, искать себе, там, другую женщину и так далее. Вот. Понимаете? Ну, потому что вы, там, допустим, не уверены в себе, или, 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 там, что-то ещё. Вот. И, по факту, по факту, по факту, вы оправдываете, по факту, ну, себя, сейчас, на данный момент. просто пытаетесь оправдать, 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 э, свою, позицию, и рационализировать её. всё. Ибо, э, э, какая разница, да, какая разница, э, будет ли, ну, будет ли вместе, или нет. ибо, ребёнку, да, всё равно, как бы, ну, ребёнок всё равно счастливее не станет, от этого. Понимаете? Какая история. Вот. Ему будет хуже, что только, от этого. Но вас, но вас волнует, вас волнует то, что о вас подумают другие, другие. Возможно, вот, э, именно, именно благодаря этому, именно благодаря тому, что, э, вас, вас волнует то, что подумают другие, вы, э, э, не можете сделать свой выбор, и, возможно, продолжает унижаться. Вот. То есть, по сути, вы унижаетесь. Вот. И, ваше унижение, вызывает у жены. Именно, у жены. Вызывает. Э, ещё больших отторжений. По факту. По факту. э, чего вы хотите, чего вы хотите? В первую очередь. Э, что вам нужно? В первую очередь. Наладите отношения с женой? Ну, соответственно, э, тогда, если, вы хотите наладить отношения с женой, то, нужно, чтобы она была, ну, чтобы она была женщиной. Она не может быть женщиной, э, э, совсем, кто, ведёт себя, ну, э, не совсем, как, как мужчина, скажем так. Или, кого она не считает мужчиной. Ваша жена, ваша женщина. Вот. это можно сколько угодно говорить о том, что вы, э, ведёте себя, э, там, по-своему, правильно, но, если, э, жена не согласна с этим, то, э, тут остаётся только, э, по факту, да, принять, э, её, ну, выбор, принять её, э, решение, принять её позицию, и, всё, э, понимаете? Вот, вот, как бы, э, то, что я могу вам, вам, сказать. Поэтому, опять же, да, опять же, вопрос, вопрос, он, э, всё, всё о том же. Вопрос всего об этом, о, вблайту. А, чего, чего вы хотите? Для себя. Так что, я думаю, я думаю, что, об этом и нужно, задуматься. Какова цель? Любовь, если она прошла, она уже прошла давно. Вы себя, если не любите, то работать именно нужно над любовью к себе. Вот. Знаете? Вот так. Примерно, э, примерно именно так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...